Слово к молитве в дни пандемии Франц Тиссен Мир вам, дорогие братья и сестры! Мы с вами имеем поручение от Господа. Помните, он сказал своим ученикам, когда возносился с этой земли, «Идите и научите все народы». Мы тоже ученики Иисуса, это касается нас. И время пандемии, карантина не отменяет это поручение. Мы говорили вчера о том, что для этого надо вести молитвенную жизнь. Молиться и молиться правильно. Молиться о спасении людей. Секрет успеха – молитва. Наше благовестие должно быть буквально крещено в молитву. Я хочу спросить. Вы сегодня уже молились о спасении людей? Первоапостольская церковь пребывала в молитвах и молениях. И результат – мы читаем Деяния апостола, 2 глава, 42 по 47 стих. Результат следующий. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Сегодня я хотел обратить внимание на Слово Божие, благовестие, на силу Слова Божьего. Мы читаем послание к евреям, 4 глава, стих 12. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Итак, Слово Божие в благовестие. Мы читаем во 2 послании к Тимофею, 4 глава, 3-4 стих, следующее. «Будет время, когда здравого учения принимать не будут, и потом от истины отвратят слух и обратятся к басням». Вы слышите? Мы живем в это время. Люди, которые будут пользоваться Словом Божиим, будут непопулярны. Но это никого не задевающее учение. В послании к римлянам 10.17 написано «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего – сила в слове». Иисус сказал «Я – истина». Благовестие без Слова Божьего рождает так называемых христиан без Христа. Служение благовестника должно сопровождаться словами «Так говорит Господь». И потом Слово. Или «Написано». И мы цитируем Слово Божие. Я помню, один брат дал такое свидетельство. Он летел самолетом с Лос-Анджелеса в Москву. Ну, решил засвидетельствовать соседу, с которым он сидел рядом. О, Господи. Достал Библию. Ну, и сосед заметил, что он читает. И вдруг поворачивается к нему и говорит, «Вы что, читаете эту чепуху?» Он говорит, «Да это же Библия». Сосед говорит, «Да я вижу, потому так и говорю». Ну, и началась беседа. Брат наш начал беседовать. Что я только не говорил. И о макромире, и о микромире. И вдруг сосед его говорит, «А вы знаете, что ваши апостолы, они даже не знали, что такое утюг?» Брат наш отреагировал и говорит, «А вы знаете, я на мусс Каменского?» Ну, и сосед говорит, «Да, это же чешский педагог, это величина». А наш брат говорит, «А вы знаете, что он не знал, что такое телефон?» И таким образом, говорит, прошло несколько часов. Вдруг объявили турбулентную зону. Сосед, который сидел с братом, откинулся, закрыл глаза. И такое переживание, говорит, у меня в сердце брат. И я, говорит, помолился. И Бог дал мне мысли. Я говорю этому соседу, «Слушайте, разрешите мне вот что-то вам прочитать, говорит. А потом уже ваше решение, как вы будете вести себя». Ну, и сосед говорит, «Ну, давай». Глаза даже не открыл, и наш брат стал читать пятую главу Евангелия от Матфея. Всю главу так, медленно, пытался ясно это делать, да. И он говорит, «Мне даже показалось, что он уснул». Мы так ни о чем больше не говорили с соседом. И уже в Москве, говорит, когда получали багаж, он подошел к нашему брату и говорит, «Слушайте, я хочу извиниться перед вами. Вы меня простите». Но, говорит, у меня, говорит, к вам вопрос. Что вы читали вот тогда во время турбулентной зоны? Он говорит, «А почему вы спрашиваете?» Он говорит, «Впервые в жизни, в мою душу проник какой-то луч света». И брат говорит, «Так это была Библия». Он говорит, «Не может быть». Он говорит, «Да, это была Библия». Вы знаете, у человека появилось желание читать и Библию. Братья и сестры, написано, что человек посеет, то и пожнет. Посеем слово, пожнем веру. Если мы верим, что сила в слове, и это правда, что она проникает в душу, рождает веру, то как мы должны к нему относиться? Мы должны верить в Слову Божьему. Мы должны быть слугой Библии. Все начинается с нашего сердца. Мы должны читать его, заниматься чтением. Мы должны вникать в Писание, исполнять, жить на уровне полученных откровений, провозглашать слово, оценить это слово, молиться о том, чтобы применять его, правильно пользоваться. Семя должно быть соответственно нужде. Нужно заучивать наизусть тексты Священного Писания. Мы должны испытывать особое благоговение и трепет пред Словом Господним. И что очень важно, жить Словом Божиим. Только человек, живущий с Иисусом Христом в сердце и Его Словом, способен вдохновить других на истинную веру. Обратим внимание на чистое словесное молоко. В основе нашего благовестия должно быть Слово Божие. Помолимся о том, чтобы мы с вами правильно относились к Писанию. И помолимся, чтобы пользоваться Словом Божиим для достижения людей для Христа. Время молитвы 21.00. 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 Продолжение следует...